Всем привет! Лето мы вложили ролик с выживанием в лесу. И по просмотрам это видео вошло в топ 5 по каналу. Поэтому мы решили сделать для вас еще одну часть. Но уже не в обычном лесу, а в горах. Также мы ужесточили правила. И в этот раз у нас с собой только нож и рюкзак для переноски всего полезного, что мы найдем. Оставляем все гаджеты дома и отправляемся в лес. Как только солнце показалось из-за горы, а трава покрыта росой, с этого момента и начинается наше выживание. Мы просто шли вверх горы, и спустя полчаса первое, что видели, так это подозрительную кучку из листьев. Разгребаем ее и видим какой-то гриб. Если вы не знаете, что это за гриб, то ни в коем случае его не ешьте. Спустя минут 10 мы разгребли еще одну кучку листьев, под которой скрывался уже съедобный белый гриб. Берем нож, срезаем его и забираем с собой. Также мы нашли зонтик, он точно съедобный, и у него срываем только шляпку. Также за кустами прятались опята. Некоторые из них были покрыты плесенью. Срезаем только те, которые нормальные. Но также на пути попадались и поганки. Их мы естественно не собираем. Все это время мы шли наверх горы, так как солнце светит там дольше всего. И после лета должны были остаться хоть какие-то ягоды. Наконец-то, добравшись до вершины, так и получилось. Мы нашли куст, на котором росла ежевика. Почти вся она была не спелая, но в нашем положении выбирать не приходится. Удалось насобирать горсть ягод, которые мы берем с собой. А также всего 7 спелых ягод, которые мы съедаем на месте. Внизу все покрыто росой, поэтому найти сухой труд нам максимально сложно. А наверху и всякие растения с пухом, которые мы срываем и кладем с собой в рюкзак. А также сухая трава. Позже все это будем использовать для разведения костра. Прогуливаясь дальше по вершине, нашли куст шиповника. Он невероятно полезный, поэтому собираем его побольше. И тоже отправляем в рюкзак. Эти ягоды мы ели на протяжении всего пути. Шиповник мягкий и сладкий, имеет кучу витаминов. Недозревшая ожевика хоть и кислая, но зато богата минералами и укрепляет иммунитет. А в условиях полусырого осеннего леса это очень важно. В принципе, довольно много полезного удалось достать вверху, поэтому можно спускаться вниз. Местами склоны такие крутые, что по ним приходится буквально скатываться. На гнилом дереве на пути вниз мы нашли гриб-трутовик. Это очень полезная штука и в будущем она нам очень сильно поможет. Поэтому отрываем его руками. И кладем в рюкзак. Перемещение по горам в разы труднее, чем по стандартному лесу. Из-за постоянных подъемов и спусков организм начинает потеть. И очень сильно хочется пить. Мы все шли и шли, и как же было приятно в один момент услышать звук горного ручья. Быстро к нему спускаемся. И начинаем пить воду. Вода в таких ручейках очень чистая и полностью пригодна для питья. А также можно умыться, чтобы взбодриться от холодной воды. Проблему с обезвоживанием мы решили. Остается проблема нехватки белка. В лесу мы видели пару мелких зверьков, таких как белки. Но без какого-нибудь ручья поймать их почти невозможно. Поэтому было принято решение спускаться вдоль ручья. В надежде дойти до реки, в которую впадают все горные источники. И спустя довольно продолжительное время мы наконец-то дошли до этого места. Река гораздо шире и глубже ручья. Поэтому есть смысл пройтись и поискать признаки рыбы. Прыгая по камням я увидел пару всплесков. И стало ясно, что рыба тут есть. Но ловить ее руками не вариант. Поэтому сделаем самое примитивное копье. Берем подходящую палку. И упирая ее в ногу, с помощью ножа начинаем затачивать. Затем прикладываем нож к острому концу. И разделяем его на две части. Чтобы увеличить наши шансы на попадание. Вставляем между половинок маленькую палочку. И все, наше копье готово. Можно отправляться на охоту. Рыба белая и изредка она отблескивала в воде. Я пытался в нее попасть, но в местах, где речка с порогами большая глубина. И рыба очень быстрая. Однако спускаясь ниже, мы нашли заводь, в которой стояла рыба. Оказалось, это была форель. И мы не попали в нее острием, а просто как бы зажали между палками. И от такого быстрого сжатия ее парализовало. В принципе, форель можно есть и сырой. Все зависит от ситуации. Но мы все-таки решили ее приготовить. Кладем рыбу на какой-нибудь камень. И с помощью ножа надрезаем вдоль всего живота. Убираем все внутренности. Рыбу нужно хорошо промыть. Надрезаем изнутри таким образом, чтобы рыба в конечном итоге раскрылась на две части. Теперь самое сложное. Нам нужно добыть огонь. При том, что с собой у нас ни спичек, ни кресала. Поэтому будем разводить огонь максимально первобытным способом. С помощью трения. Это очень сложный способ с кучей нюансов. И даже соблюдая все правила, у вас может просто не хватить сил его развести. Во-первых, нужна полностью сухая палка небольшой толщины. Отламываем кусок примерно 30 сантиметров. Упираем в какой-нибудь камень. И с помощью ножа превращаем все это в брусок. А то и исчесываем округлые края, чтобы получились грани. Должно получиться вот так. Одну из сторон мы затачиваем и делаем острой. А вторую наоборот, более тупой. Сверло готово. Теперь нужно изготовить под него площадку. Находим сухую палку пошире. Желательно из твердых пород дерева. Прикладываем к торцу нож и с помощью ударов камнем раскалываем. И получаем две части. В той, которая побольше, нужно сделать надрез в форме галочки. Тоже с помощью камня и ножа. И на углу этой галочки проделываем желоб. В другой дощечке тоже. И остается последнее, сделать лук. Нужна более-менее гибкая палка. Отламываем ровную часть. И теперь нам нужна веревка. У нас довольно прочные шнурки, поэтому воспользуемся ими. Рошнуровываем ботинок. На самой ветке делаем надрезы для тетивы. На шнурке вяжем узел и одеваем все это на палку с двух сторон. Должен получиться как бы лук, но со свободно висящей тетивой. Так сверло не будет проскальзывать. Все готово. Заранее достаем нашу подготовленную сухую траву. Берем не всю, а половину. И пух. Складываем это все в форме птичьего гнезда. Кладем на камень. Сверху большая дощечка. Оборачиваем сверло в тетиву. Ставим выемку. И сверху прижимаем еще одной доской с выемкой. А вот теперь начинается самый энергозатратный процесс. Лучше сразу снять кофту, чтобы не сильно вспотеть. Начинаем ловить темп и толкать лук вперед-назад. Сначала процесс шел как-то неуверенно. Но потом мы поменяли нижнюю дощечку на более твердую. Из места трения начинает выделяться черная стружка. Задача заполнить ей наш надрез сбоку. Когда пошел дым, это хороший знак. Всю стружку из надреза мы перемещаем на пух с сухой травой. И начинаем все это раздувать. Из-за высокой температуры, которую мы добились с помощью трения, стружка начинает превращаться в маленький уголек. Остается все это только раздуть так, чтобы трава загорелась. На горячую траву выкладываем маленькие веточки, которые валяются под ногами. Набрасываем все больше и больше, пока это не будет похоже на костер. Мы хотим приготовить рыбу не совсем стандартно. И для этого способа нам нужно найти пару камней. Они буквально везде валяются под листьями. Расчищаем под них площадку. И выкладываем камни так, чтобы они с собой формировали как бы одну целую плоскость. Из нашего костра переносим угли уже на камни. Подбрасываем веточки и раздуваем уже нормальный костер. Наша задача разогреть камни. Делать это очень долго смысла не имеет, поэтому хватит буквально 20 минут горения. Когда костер уже полностью догорел, нарвем каких-нибудь растений и воспользуемся ими как веником, сметая угли с камней. А уже на чистые камни выкладываем нашу рыбу. Она начинает прожариваться с краев. И мы были настолько голодны, что сразу начинали ее есть. Она очень вкусная, даже без соли и специй. И кожица очень легко отделяется от мяса. Съев всю рыбу, сразу появились силы для того, чтобы идти дальше. Но нужно позаботиться об огне, чтобы в следующий раз не тратить кучу сил на его разведение. Вот здесь нам и пригодится трутовик. Сначала хотели воспользоваться тем, который носили в рюкзаке. Но потом нашли максимально сухой прямо возле нас. Он подойдет просто идеально. Отламываем от него кусочек. Прикладываем к углям и начинаем раздувать. Пока трутовик не начнет уверенно тлеть. Теперь нужен мох, который растет тут буквально на каждом шагу. Срезаем кусок. И прикладываем к клеющей части. Все это крепим на рюкзак. И продолжаем идти. Местами все было таким заросшим, что приходилось идти по упавшим деревьям. И видя, что такие огромные деревья были просто с корнем вырваны, понимая, что стихия это очень сильная вещь. В горах начинает темнеть гораздо раньше. Поэтому нужно подумать о ночлеге. Мы уже планировали строить укрытие, как тут увидели вот такую отвесную скалу. Под ней мы и решили остановиться. Лежанку мы решили сделать из того, что было под ногами. Листья. Просто со всех сторон нагребаем их на кучу. Она должна быть достаточно высокая, чтобы тело не касалось сырой земли. Также хорошо очистим место для костра. И пока не потемнело, нужно собрать достаточно дров, чтобы хватило на всю ночь. Кладем на землю пару полейнев древесины. Сверху оставшуюся траву. Остегиваем наш трутовик. Поднимаем мох, и он до сих пор тлеет. Прикладываем его к траве и начинаем раздувать. Пока это все не загорится. Подкладываем мелкие палки. Когда костер уже нормально разгорелся, можно приступать к вечернему приему пищи. Затачиваем сырую палку. И насаживаем на нее грибы, которые были собраны в течение дня. Их оказалось довольно много, поэтому сначала мы пожарили опята и зонтики. Лесные грибы гораздо вкуснее и ароматнее обычных шампиньонов. А если учесть сильный голод, то они становятся вкуснее в два раза. На самый конец я оставил самое вкусное – белый гриб. Для начала его нужно нарезать. И насадить на палочку. Точно так же обжариваем. И можно есть. Белый гриб очень питательный и еще на ступеньку выше по вкусу всех остальных лесных грибов. Этого вполне хватило, чтобы хорошо наесться. Но есть еще одна очень серьезная проблема. Во время охоты на форель мы промочили ноги. Ложиться спать в сырой обуви категорически нельзя. Так как очень высокий риск заболеть. Поэтому снимаем ботинки. И оставляем их сушиться возле костра. Когда они высохли, можно одевать и готовиться ко сну. Большой плюс такой отвесной скалы в том, что она отражает тепло от стенок. И под таким укрытием гораздо теплее, чем просто возле костра. И еще немаловажно, чтобы костер горел всю ночь. Так как в этом лесу живут хищные звери, такие как волки. И пока горит костер, они не подойдут. В принципе, можно ложиться в нашу огромную кучу листьев и засыпать. Проснувшись на утро, могу сказать, что спать было ночью комфортно, но только в физическом плане. Морально же ты понимаешь, что где-то ходят хищные звери, и каждый шорох просто пугает. Вот и закончилось наше выживание. В этот раз с меньшим количеством снаряжения выжить было гораздо сложнее. Но от этого и более интересно. Оказывается, в лесу много где можно достать воду и еду. Главное знать способы. Надеюсь, из этого видео вы узнали много всего интересного и нового. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и инстаграм. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok